Автоинспекторы информируют водителей Черкеска об установке по улице Ворошилова дорожных знаков, ограничивающих движение транспорта. По рабочим дням оно здесь снова является односторонним. В причинах такого решения разбирался наш корреспондент Артур Мхце. Автомобилисты, которые в эти дни передвигались в Черкесске по улице Ворошилова, пребывали в крайнем удивлении, когда их останавливали полицейские за какое-то там нарушение. Не понимали, как такое могло произойти, ведь они знают этот участок наизусть. Однако с недавних пор едущих по улице от Первомайской в сторону Моролива встречает вот такой знак. По просьбе жителей данной улицы, которые обратились в мэрию города Черкеска, комиссией по безопасности, было вынесено решение установить знак 3-1 по улице Ворошилова, то есть от улицы Первомайской. До улицы Умара-Лива является теперь односторонним. Можно заезжать с улицы Умара-Лива в сторону улицы Первомайской. В выходные дни действия знака отменяются. На этом участке автодорог Черкеска проблема с передвижением транспортных средств и их парковкой не нова. Когда-то проезжая часть от Первомайской до Умара-Лива была перекрыта из-за требований к антитеррористической защищённости силовых ведомств, к которым относятся и находившиеся здесь подразделения регионального и городского МВД. Позже на республиканском уровне приняли решение разгрузить соседние улицы. Тем более, что на окраинах города построили здания, куда и переехали полицейские. В конце прошлого года в самом начале Ворошилова были удалены с дороги КПП и барьеры. И транспортные потоки тут же захватили эту проезжую часть, а обочины стали сплошной парковкой, мешая двигавшимся в обе стороны автомобилям. Раньше вообще улица закрытая была, потом перекрытие убрали. Но всё равно люди пожаловали, что невозможно нигде припарковаться, где машин много, в связи с этим они обратились. Автомобили могут передвигаться по этому участку улицы Ворошилова в обе стороны исключительно в выходные дни. По рабочим только со стороны Умар-Алива в направлении Первомайской. Тем, кто всё же решит, что правила и знаки придуманы не для них, придётся ближе познакомиться с работой дорожных полицейских. А чуть позже на участке, скорее всего, установят и камеры видеофиксации нарушений. «Мы попробовали узнать у самих автолюбителей, что они думают по поводу нововведения. Однако водители уклончиво отвечали, что их мнение всё равно никто не будет учитывать. Со стороны кажется, что при полном выполнении всеми и полицейскими, в том числе, своих обязанностей, не пришлось бы устанавливать никаких новых знаков. Имеющийся здесь о запрете парковки и стоянки транспорта у обочин даёт право эвакуировать на штрафстоянку четырёхколёсные средства передвижения нарушителей. Но ведь для этого придётся применять эвакуаторы, число которых пока ограничено. Куда проще, видимо, составлять протоколы. Такого количества бумажной работы, как в первые дни действия знака, у автоинспекторов, наверное, не было давно. Впрочем, иногда вводимые запреты дают нужный результат. А вдруг здесь будет именно так? Артур Махце, Алибастанов, Вести, Карачао, Черкесия.